Здравствуйте, глубоковажаемые любители лёдных видов спорта! Как обычно, оптимистичные новости. Мы приземлились после остановки двигателя в воздухе. Топливный кран открыт? Да. Куда-то, почему у нас? Самолёт что-то. Я вижу. Что-то с движком почему-то стал двигателем. Сейчас будем разворачиваться, заходить. Я сейчас так... Только мне на колдунную мигать. Зах*** сели. Практически. Приземлились относительно успешно. И это, наверное, самый страшный случай за всю мою жизнь. То есть страшнее я не заходил на посадку. И, наверное, это первый случай, когда я недоволен своими действиями. И могу сказать, что был ряд ошибок сделан, которые привели к посадке, скажем так, на грани. К счастью, повреждения планера не произошло, но произошёл циркуль. То есть я развернул планер на 180 градусов на посадке. Как вы видите, ветерочек сегодня бодрый. Дует мистраль. Это, в принципе, нормальная погода для нашего аэродрома. То есть вот такая сила ветра. Это, конечно, кажется ужас-ужас. Но точно не ужас-ужас-ужас. Хотя, конечно, добавляет приключений. Взлёт происходил штатно. Как обычно, я разогнался. Оторвались прекрасно. Двигатель работал как часики. Я с вами ради. Сама водитангу Ромид и гуляш-пистанок. Когда после отрыва я увидел обороты 7200, там, 50, ну, то есть немножечко больше, чем 7200, я всегда немножко убираю обороты, чтобы оставить там где-то 7100. То есть для этого двигателя M7200, для Rotex 535C это нормально. А если этого не сделать, то когда лайнер набирает скорость 100, а сейчас 100 как бы хорошо, он должен на 90 лететь. Но сейчас турбулентно, ветер. Поэтому 100-110 на наборе самое то. Я уменьшаю немножко обороты двигателя. Я немножко прибрал газ. Я уже к этому привык. Делаю это достаточно быстро, аккуратно и чётко. И через 5 секунд после того, как я его убрал немножко до оборотов там 7100, двигатель вдруг пык и плавно уменьшил обороты до 6900. Я думаю, ну, наверное, слишком сильно заслоночку, так сказать, дёрнул. Добавил газку, но двигатель на это практически никак не отреагировал. Он как на там почти 7000 вращался. То есть мощность, ну, упала, но не сильно. То есть это не критично совершенно. Он как вращался, так и продолжил вращаться. И вращался ещё секунды 4. Я вот сейчас по памяти вспоминаю. Я по горячим следам это видео записываю, чтобы, наверное, вставить. И чтобы эмоции видели человека, который 20 минут назад чуть жизнью не расстался. И, наверное, науку какую-нибудь приобрели на будущее. Итак, двигатель взял и просто спокойно и ненавязчиво встал. Топливный кран открыт. Где-то в районе конца полосы это дело произошло. Я продолжил полёт вперёд. Потому что, ну, сначала думаю, как, что. Там газом поиграл и так далее. Но было понятно, что мотор уже не работает. Он просто уменьшил до холостых оборотов. То есть он продолжал вращаться, но не было никакой мощности. И просто крутится и всё. Понятно, что нужно приземляться. Существовало два варианта. Первый вариант. Вот там есть поля дальше. Но они неудобны тем, что там есть очень провода коварные. И надо было перелететь провода и успеть приземлиться до, так сказать, следующих препятствий. Так как я очень часто тренировал вот этот вот мой любимый заход на радиальный, когда я делаю достаточно энергичный разворот на маленькой высоте, я подумал, ну, ладно, что я не разворачивался быстро. Выпускаю закрылок на лейдинг. И с такого а-ля афганского захода пытаюсь зайти поточнее. Да, большой приходится делать угол. Упреждение, очевидно. И воруливаем на полосу. Не знаю, а что это поступало, что я ехал. И всё прекрасно. Никаких проблем. Ветер не настолько сильный, чтобы нервничать. Вот стоит винтажный планирочек слева. Как мы красиво рядышком проехали. И подворачиваем к ангару. Там кто-то на велосипеде едет. Чтоб нам его не сбить. Кыш! Шкыш! Брысь! Давай, убегай уже! Подоберутся. Ой, ну, вроде как и ничего страшного. Проблемой был самолёт, который за мной заходил на посадку. Я, развернувшись по ветру, его увидел, понял. Ну, я и по ветру не собирался. Вот вы представляете, да, в такой ветер приземляться по ветру – самоубийство. Соответственно, я увидел самолёт. И, наверное, я потратил пару лишних секунд на то, чтобы перелететь самолёт. Это было достаточно быстро, чтобы приземлиться, ну, никак с ним не пересечься. И оставить себе немножко расстояние до конца полосы, чтобы сделать на 180 градусов. При такой ветре понятно, что посадка будет быстрая. Что-то с движком почему-то стал двигать. И дальше был очень сложный кусок. Нужно было развернуться де-факто по ветру. Ветер у нас сейчас под 45 градусов в полосе. То есть, пока я шёл параллельно полосе, это было с попутно боковым ветром. Разворачиваться по ветру я особо не боялся, потому что существует такой эффект градиента. Если ветер, например, на высоте 20-30 метров над землёй дует 15 метров в секунду, на 5 метрах над землёй дует 10 метров в секунду, то если планер двигается по ветру, энергично опускается, то у него воздушная скорость даже может вырасти именно за счёт того, что, скажем так, ему гвоздь не так сильно дует. То есть, относительно воздуха он наберёт скорость. И обратная ситуация при градиенте. Против ветра. То есть, планер, имея там, например, на 30 метрах 15 метров в секунду, он опускает нос, начинает разгоняться вроде как, а в этот момент ветер, который дует ему навстречу, становится тише. И опустившись на 10 метров, планер имеет скорость меньше, на 5 метров в секунду, на 18 метров в час. То есть, такой эффект достаточно яркий, поэтому я люблю всегда, я захожу против ветра, например, от этой горы, когда делаю заход при таком вот семиленном ветре, мы садимся от горы, я держу скорость 150-140, делаю энергичное выравнивание. И это энергичное выравнивание я делаю именно для того, чтобы проскочить все эти градиенты, всю эту шнягу, на высокой скорости, с короткой энергетикой, полностью контролирую планер. Сэр, лоботи, танго, ровню, дау, вин, клянин, кто, норд. И доворачиваем на склон. То есть здесь есть принцип, что подходишь к склону, скорость я держу где-то 130. Вот высоковато подхожу, выпускаю полностью тормоза и чуть беру левее, чтобы по длине была весада. Вот, сейчас чуть тормоза умираю. Там уже что-то лететь нужно. Убираю совсем. И вот когда выйду на нужный угол для доворота, делаю доворот, пока рано. Вот мне нравится точка вот здесь. Полностью тормоза, потому что скорость 150, ее пытаемся погасить. Проходим на минимально возможной высоте деревья. Сейчас смело опускаюсь к планете и делаю выравнивание. И дальше лечу медленно-медленно-медленно-медленно-медленно. Видишь, как быстро приземлились? Вот, это потому что ветер сильный. Фактически зашли очень красиво. И вот теперь нам меньше в итоге нужно планер толкать. Здесь у меня был уже недостаток высоты. Я начал разворот, скажем так, метров было у меня 60-70, когда встал мотор. Дальше метров 10 я, естественно, потерял, пока вот шел параллельно полосе и наблюдал самолет. Принимал, просчитывал траекторию на разворот. Это было мгновенно и очень быстро. И дальше я начал разворачиваться и понимая, что я вот, ну, как сегодня говорил мой друг Флоран, лимит-лимит. То есть на пределе все это успеваю. И я хотел, конечно, сделать все чуть по-другому. Но план у меня был примерно такой. Вот видите, колдун. То есть я, закладывая вираж, планировал выйти вот как вот на себя сейчас от тех деревьев. Севернее колдуна. Но, как говорится, предполагает кто? Человек, а есть то, что есть. Начав разворот, я увидел, что я снижаюсь сильно быстрее, чем я рассчитывал. И вот здесь, конечно, двойка полная моему мозгу, потому что... И выключаем двигатель. Он у нас остановился. И чем мне нравится, конечно, ДК-500М, в том, что винт убирается автоматически. Сейчас он найдет вертикаль сам. Оп, сам пошел убираться. Конечно, очень удобно. То есть пилоту не надо делать ничего от слова совсем. Все? Друзья, такая магия. Жень, закрывай топливный кран. Выключай питание двигателя. Он уже убран. У меня выпущен двигатель. У меня вращается пропеллер. Сопротивление он создает огромное. Когда я увеличил скорость до 140 на развороте, чтобы энергично развернуться, у меня как раз винт должен был раскрутиться. Мы это по видео увидим. Я просто увидел, что я на вираже сыплюсь. У меня скорость там 130, да. Но у меня снижение совершенно бешеное. Абсолютно не такое, которое я рассчитывал. И я начал завершать вираж раньше, чтобы как можно быстрее оказаться против ветра, убрать крену, хоть как-то плюхнуться. То есть хоть как-то остаться целым. Это как когда-то в юности в Алма-Ате, когда мы учили одну девочку летать, и было одно единственное дерево внизу, и она, взлетая с огромного холма, где там километр в одну сторону, километр в другую место, умудрили отцентровать это дерево и попасть ровно в него. Так же и я. Я завершил разворот ровно на колдун. Но при этом был момент очень такой яркий, когда я при развороте понимаю, что я где-то вот над вот этой шале, потому что я их уже не видел. То есть я на вираже, вираж достаточно глубокий, но я понимаю, что я где-то там. Это меня, конечно, очень расстроило, потому что думаю, сейчас, не дай бог, просяду, и как раз сяду как дурак на деревья. Получилось дальше, что я лечу ровно на колдун, но сделал небольшой крен вправо. И так бочком-бочком отскользнул от колдуна, и понимаю, наконец-то, что все хорошо. Но в этот момент, друзья, я забываю опять следить за тем, что у меня же двигатель. То есть все хорошо, я еще увидел, как подошел к земле, как упала моя скорость относительно земли, потому что до этого она была стремительная и большая. И я вот чувствую, все хорошо, то есть вот эта мысль, хорошо, наконец-то, все. То есть уже ничего плохого не будет, мы кое-как ну сядем. И в этот момент надо было бы все-таки концентрацию оставить и не расслабляться. А я, ну не скажу, что я расслабился, но я так, я обрадовался. Вот самый ключевой момент, я обрадовался. И в момент этой радости метров с трех я поймал какой-то совершенно адский порыв, который просто, ну, фактически паршютировать начал. То есть скорее всего потерял скорость до минимальный планер. Не валится этот штопор, он начинает паршютировать, он, собственно, и спаршютировал. То есть трех метров я шуршал вниз уже совершенно не штатно, то есть не так, как должен делать это на посадке. Выручило меня то, что скорость относительно земли была практически там уже минимальная, то есть видите, ветер сильный, то есть я практически вперед не двигался. И дальше касание, одно крыло зарывается вот в эту траву. Давайте пойдем посмотрим, где это было. Вот место касания шасси об землю. По большому счету, ну, видно, что немножечко подсрезали траву, а дальше нас начинает вращать по циркулю. Вот видите, как заворачивает след, я срезаю кочки, и вот это место остановки. Вот здесь я остановился, видите, здесь я все стоптал, а да, это планер, он уехал уже на парковку. Видите, я очень удобно развернулся практически на 180 градусов. А теперь идем по следу назад, находим место, где мы коснулись, шасси грунта. вот точка касания. И теперь смотрим, где должно было быть крыло, по идее, где-то вот там. Вот пошла дуга, да. Это мы коснулись, видимо, может быть, даже я какой-то крен поймал, не знаю, на видео будет видно. И дальше, касание там фюзеляжем, и вот эта дуга разворота. Планер развернуло на 180 градусов. Страшно ли было мне? Ну, могу сказать, что да, потому что, когда ты, ударов как такого не было, то есть, ни на спину, ни на грузке, ни на шасси, то есть, мы просто плюхнулись, то есть, это вот такое парашютирование. Но неприятно было то, что я не контролирую движение планера больше, то есть, вот в момент, когда вот это вот ветра в нас там вот так вот драком поставило, после всех этих приключений. Ну, и трава высокая, то есть, здесь просто можно банально за траву зацепиться, то есть, она высокая. В прошлом году здесь приземлился планер и отломал хвост. Мы даже заценили этот момент. Вот такая же была трава. Заход планера на посадку. Мы над ним летим. Вот сейчас на высокой скорости по дуге проходим. А он идет на посадку. Сейчас дойдет до края полосы. Как-то он странно идет. Он сейчас подворачивает к четвертому развороту. Интересный заход. Я немножко по-другому захожу. Ну, сейчас смотрим, смотрим. Сейчас будет разворот достаточно энергичный его против ветра. И смотрите, какой большой высоты он заходит на полосу. Да, такой. Хотя нет, нормально. Сейчас будет касание и остановочка. Но здесь можно приземлиться короче. То есть, не так длинно. Длинновато он зашел. Только что планер приземлился и скрутил циркуляку. Сделал циркуля на посадке. Задел то ли трава высокая, то ли еще что-то. Сейчас будем заходить по короткой коробочке от горы. Потому что надо аккуратненько зайти, чтобы ему не помешать. Вот вы видите склон. Я прижимаюсь сейчас к склону. И подхожу к точке четвертого разворота. Регулирую высоту этого разворота. Видите, я максимально к склону прижался, чтобы у меня был максимальный запас по возможности пройти деревья всевозможные. Да, болтанка сильная. Понятно, почему досталась этому парню. Выпускаю полностью тормоза. Подхожу к земле. Выравнивание выполняю. Лечу, 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 еще лечу. Пока лечу. Касание. И торможение. А, он немножечко оттащил планер. И мы паркуемся на краешек плата нашего. Да, славная была охота. Ну, как тебе посадочка? Ну, нормально, красиво. Ну, понятно, хорошо, что не ты. Друзья, тоже рад. Хорошо, что не он. Нормально приземлились, красиво. Зашли, хорошо. Трава достаточно высокая, надо косить уже давно. Земля, видно, будет такая. Да, ну, вот это опасная штука. Называется циркуль, можно так хвост оторвать. Я, может быть, этот момент заснял, не знаю, друзья, на телефон. Я снимал его посадку, поэтому попробуем вставить в это видео. Случайно получилось. Вот. Бывает, делать циркуль, я сам делал циркуль один раз. Такая была вот трава в орле, ну, примерно такая же, как здесь, вот сейчас по высоте. То есть, ну, здесь скоро скосит ее. И я провалился в нору, от собаки рыли мушей, и получилось, планер ехал, попал в норку, крылья сыграли вниз, и одно крыло зацепилось за траву. И меня просто мгновенно на 180 градусов развернуло, я дальше ехал хвостом вперед. Так что даже руководитель полетов сказал, ты там цел? Как вообще? А я открываю глаза и первым делом думаю, ну, не как открываю, я вот прихожу в себя и думаю, хвост-то цел. Обычно в такой ситуации очень часто бывает отрывает хвост. Я раз назад смотрю, хвост цел. Вот, и все закончилось хорошо. И на этом планере я однажды сделал циркуль на взлете на аэродроме под Суной в Литве. Росла достаточно высокая трава, и тоже была кочка. И примерно та же ситуация. на кочке крыло сыграло вниз, цепануло траву, и меня мгновенно развернуло с работающим двигателем. Ну, хорошо, скорость была небольшая, там, километров 30 в час. Провернуло, я отряхнулся, с планером все в порядке, но с тех пор я, конечно, полностью оцениваю вот эту вот коварность этой травы высокоцеплючей, и надо быть очень внимательным, особенно, когда посадка куда-нибудь идет в пашню, ой, в пашню, в рожь, в пшеницу, там практически невозможно приземлиться, так, чтобы тебе не закрутило, поэтому там нужно заходить, принимая поверхность вот этой пшеницы за поверхность поля, ну, аэродрома, делать вот это выдерживание, и на минимальной скорости уже вот в эту пшеницу вот так, фу, опускаться. И тогда планер, если симметрично это сделать, он вязнет в этой пшенице, мгновенно почти останавливается. На высокой скорости делать этого категорически нельзя, был незабываемый случай, одна девушка летала в Италии, и переоценила свои силы, там, один день выиграла у всех, а на следующий день куда-то рванула, и рванула туда, куда летать было нельзя. И заходя на посадку, занервничала, зашла на высокой скорости, попала в пшеницу, и на вот этой дикой скорости у нее просто оторвало крыло, то есть расстыковался планер, фюзеляж дальше поехал, а крылья в пшенице остались. Ну ничего, потом из двух планеров сделали один. Хвала вселенной, что мы были на ДГшке в этот момент, потому что у ДГшки балансировка хорошая, когда сидят два пилота, он даже на нос опускается, поэтому хвост оказался цел, и первое вообще, что я сделал, я вылез с планера, ну как, я открыл фонарь, ну вижу, что целый, все в порядке, и только первый взгляд, есть ли хвост мой сзади, то есть есть рекомендация всегда на циркуле дать ручку от себя, чтобы поднять хвост, но вот вы знаете, там доли секунд, за которые ты вряд ли это успеваешь сделать. В любом случае, хорошо, что хорошо кончается, на эмоциях я это записал, как бывает, как случается, и как можно выбраться из этой ситуации, хотя вот сейчас действительно лимит-лимит, предел, предел возможностей, то есть я и то де-факто я не справился, то есть я ненормально приземлил планер, я все-таки сделал циркуль, хоть и ни к чему, каким последствиям не приведший, но это все равно риск для планера. Был ли у меня другой вариант для действий? Да, друзья, был, можно было там внизу поля, на поляте приземлиться, но там в видео я ставлю кусочки, достаточно высокая растительность тоже, то ли трава, то ли какая-то пшеница, очень много проводов, то есть я эту возможность рассматривал бы в последнюю очередь, если бы у меня совсем была минимальная возможность по высотам. Вот точка около дуна, где мы приземлились, вот потенциальная точка, куда мы могли бы уйти приземлиться, вы видите, вот провода, крыло показывает, длинь электропередач, вот мы бы могли ее перелететь, на начало вот этого поля прийти и куда-нибудь туда поместиться, или уже лететь дальше, вот на желтое поле, допустим. Все это достаточно непросто, такое решение принимать, потому что все-таки там внизу провода и там внизу очень сильная турбулентность. Ну, во-первых, посмотрите, сейчас хорошо видно, как по полю несутся барашки такие из волны ветра, как траву колышет, и они причем, видите, в разных местах несутся, то есть это ветер еще и порывистый, но это где-то барашков нету, а вот смотрите, вихрь, о, смотри какой, ротор прям, посмотрите, друзья, что под нами какая чума завертелась. Вот это вот страх прям. Хорошо, что я снял. Сейчас очень наглядно все видно, и понятно, что раз такие барашки фигачат, то ветер сильный. Но вы скажете, конечно, волку, у тебя же есть вообще колдун на аэродроме. Ну, колдун есть. А вдруг колдун запутался, что было, а вдруг он порвался, а вдруг его какая-нибудь личность неадекватная украла. Всяко бывает. А вот, допустим, барашки по пшенице и по полю, это очень надежно. В верхушке деревьев можно посмотреть, насколько сгибает. То есть, Клаус советует использовать все способы. И, например, даже если вы решились на заход с попутным ветром, что он часто, допустим, делает, то вы идете, смотрите скорость по GPS, смотрите на елки деревьев, и если вдруг вас что-то не устроило, то можете всегда поменять еще заход и зайти против ветра от склона. Далее у меня была возможность сделать заход не как я выполнил, то есть у меня получилось. Движок встает, потом идет разворот на 180 градусов, я лечу параллельно полосе. так как я, скажем так, разворачивался против ветра, то я чуть довернул, меня дальше понесло ветром вот так вдоль полосы, и мне оставался разворот на 180, ну, даже не 180, 180, плюс 90 где-то градусов, чтобы оказаться против ветра. то есть первый поворотик у меня был маленький, потом длинная часть, потом такая запятая мощная. Я мог же затянуть этот разворот так, чтобы пошел бы вдоль вот этого холма, вот где вот эта кабина валяется от машины, и дальше вот в районе кабины заложил бы правый разворот на 180 градусов и спокойненько приземлился бы вот где-то здесь. Возможно, это было бы безопаснее, но эта мысль вот действительно мне не пришла в голову только после того, как я уже все сделал. А на тот момент я чувствовал, что я спокойно разворотом наблюдал. Мне нужно было убедиться, понять, где самолет, чтобы его не расфигачить. И когда я увидел, что самолет я облетаю и все в порядке, тогда я выполнил вот этот разворот свой и нормально приземлился. Что по двигателю, друзья? Явно какое-то механическое повреждение. Видите, это не компрессия, это механический такой щелк, он проскакивает. Оп, что-то механическое не пускает. Буквально на очень небольшой угол. Потом вот идет опять цикл сжатия, компрессия есть. Дальше опять прокручивается и опять вот опять щелк. Руки не дрожат. Красивого кирпичного цвета. Ну, скажем так. Опа! А зазор-то нету. Опа! Ты можешь покомментировать, почему между электродом и свечкой какая-то шняга торчит? Для этого я что и прервал. У меня есть мысль проверить этот элемент, субстанцию вот эту на магнит. Она не извлекается. Опа! Опа! Извлеклась. Есть она. Это не железо, это алюминий. Но это не исключает тот факт, что туда могла попасть какая-то железяка. Это просто крошка. Это стружка, крошка. Вот она. Вот, да, вот тык, тык. Слушай, слышишь? Тук-тук. 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 Как интересно, что там внутри. Как гинеколог, можно сказать. Да это и есть. Следствие гинеколога. Вот оно, вот оно. Это курские поршни лежат на поршне. Это народное тело. Вот в нижнем правом углу конкретный кусок металла. Сейчас он поршень. Ой, опыт. Я благодарен своему учителю Клаусу Ольману, который первым делом примчался смотреть, что же со мной случилось его, так сказать, двоечником, учеником. Я ему благодарен за науку. За науку не пугаться в экстремальной ситуации, мысли трезво, знать, что скорость это жизнь и побеждать, побеждать обстоятельства. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова